Привет на Украине на айфон, меня зовут Йонас. Этот выпуск гида посвящен экзотичным аксессуарам для iGadget'ов сливам калькасак. Их неплохо знают и любят в США, но за пределами страны контора пока не очень известно. Исправим это недоразумение. За диким для нашего уха названием стоят ручная работа, экологичные материалы, классное качество и любовное отношение к продукту. В итоге получаются аксессуарчики с душой. Упаковка, она великолепна. Ее намного больше, чем требуют мягкие чехлы, но процесс распаковки просто подкупает. Это как впервые распаковать макбук, такое не забывается. Внутри обнаруживается чехол и аккуратный буклетик с рекомендациями по использованию и чистке. Сливы для iDevice'ов от калькасак имеют простейшую конструкцию. Это мешок с клапаном на липучке и кармашком. Исключение чехол для айфон. Ни кармашка, ни клапана у него нет. Внешний чехол сделан из прочной натуральной ткани. Конопляные нити, фактура мешковины. Внутри имитация овчинки. Ненатуральная, зато экологичная и животные меха не лишаются. Процесс одевания и снимания не несет никаких сюрпризов. И это хорошо. Размер слива четко соответствует девайсу, для которого он пошит. Сидит плотненько. За счет слоя меха чехол обеспечивает определенную защиту. Хотя ронять тот же макбук в таком мешочке я бы не рекомендовал. А вот носить сумки с разной колючей и режущей мелочью очень даже можно. Ткань-то весьма прочная. Расцветок у продукции калькасак 5. Но некоторые модели чехлов получают дополнительные цвета. За каждым цветовым решением стоит необычная история, которую можно прочитать на офсайте. И у нас в обзоре. Ссылка есть в описании к видео. Черный загора в честь путешествия с караваном под палящим солнцем Сахары. Оранжевый в вараназе душистые пряности Индии. А Хуан Вальдес, ну кто из любителей кофе не знает это имя. Такой подход к цветам очень радует. Ведь он формирует эмоциональный настрой. И чехол перестает быть просто чехлом. Еще пару обзоров на нашем канале. Смотрим, лайкаем и делимся с друзьями. Ну и про комментарии не забывайте. Вопросы, замечания и пожелания туда. Мы всегда на связи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!